Добрый день, на связи М Кабанский. Сегодня мы продолжим с вами проходить Мафию 2 и это девятая часть прохождения и сегодня нас ожидает девятая глава. Поэтому в случае этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите ее давление, ну и конечно же приятного просмотра, не забывайте писать комментарии. Описание ссылочка на предыдущие части, которые я вам крайне следовательно буду посмотреть до или после просмотра сегодняшней серии. Так, спокойно проснулись после вчерашней перестрелки с брейлинчиками и кто-то уже с нам названивает с утра прямо. Ну ладно. Здрасте. Алло. Да, Вито, у нас тут проблемы. Перествол и бегом ко мне в пар. Не приезжай на приличное. Ладно, сейчас буду. Опа, отправляйся в Кэдди в Мальчишки в выходной. Сокол, так, в чем мы не ходили, вот в этом и не ходили, да? Опа. Типа, тряхнул пиджак, раньше вроде так не делал, это типа, из-за того, что мы в прошлом... Это полиция, открывайте. Опа. Привет, парни, что происходит? Парень тебя, это не касается. Пошел вопросом. Да, да, хотим задать пару вопросов. Что-то за всеми приходят, ладно, чтобы за нами не пришли опять во второй раз. Здрасте, удачи вам там, хорошего настроения. Убирайтесь. И все такое. Так, какой у меня... А, это похоронная тачка, уж хотел бы ее смахнуть. Какой у нас сегодня регламент? Я хочу поделать... Вау. Вот рот. Где вот эта моя крутая тачка? Опа, там, окей видео. Что мы с вами сделаем? Есть пара ачивок. Сейчас я на запись ставлю моменты, поделаю. Во-первых, тут есть ачивка, называется наскепидаренный. Надо за пять минут ограбить пять магазинов. И какой регламент тут имеется у нас? Заправка. Раз. Магазин одежды. Два. Другая заправка. Три. Магазин одежды. Четыре. Магазин одежды. Это очень короткий путь. Как их можно грабануть и сделать эту ачивочку. Поэтому давайте сразу этим займемся. У меня тебя принципиально надо будет убивать. Один выстрел, и мы все на небе будем. Правильно. Оно, марш отсюда. Я... Извини, чувак, ничего личного. Просто бизнес. Опа. Садись. 42 доллара, счет 41, что-то немного. Ну, это так. Мелочевка. А может быть мы, кстати, и грохнем того самого челика, который нас подставил. Помните же, мы в тюречке оказались за то, что вот эти талоны как раз таки тырели. Отойди, челик. Здравствуйте, дама. За что такое? Мне что? Иди-ка лучше на улицу со своей пушкой. 167 его. Тут побогаче. Ой. Кто по мне палит? Кто крышует магазин, наверное, да? Так. Следующая вот сюда. Если я правильно все делаю. Ну, там вроде я забрал 41 доллара. Это что, если не струк подробнулось. Заправки. Понятное дело, заправка, может быть, не такая прибыльная будет. Магазин подорожащий, видно. Но мы сейчас делаем это не ради денег. Деньги, конечно, тоже круто. Приоритет другой. Ничего, лично, чувак. Просто бизнес. Бизнес по зарабатыванию ачивок. Я думаю, игра поймет, что ты хотела. Она же правда? Да. Описание. Рост путавшей. Среднее сложение. Понял? Я так понял, их надо то ли обязательно убивать, то ли как-то заагрить, иначе не зачтут. Ну и вот последний магазин, если успеваем. А так бы я её не трогал бы, очевидно. Надеюсь, успеваем. Самое забавное розыска у нас нет, просто нас лично в розыск объявили, а в самой миссии нам, ну, короче, вот там, ни машину, ни розыск, ничего не прилепили. Ладно. Ну что, даёте ачивки? Извини, дама. О, наскепидаренный. Дропнули ачивочку. Правильно, ограбить 5 магазинов за 5 минут. У 40% игроков 27,67. Есть у 6,8% игроков. Следующая ачивка связана с улучшением транспорта. Любой нам автосалон потребуется, любая машина, но я взял вот эту как раз, на которой гоняем. Надо улучшить её до максимального уровня. Доступно это с седьмой главы, удовольствие не из дешёвых. А, машину надо починить, окей. Денег вроде хватает, да? Ну да, награбленное всё сливаем. Из-за работы на честном трудом, ну вот это всё. Да. Лучше управляемость. Идеально выбрали в любой гонке. А-а-а. А-а, это тут надо ещё уровень тюнинги делать. Это предыдущий только. Ладно, будем копить деньги. Чтобы накопить денег на тюнинг и заодно сделать другую ачивочку. Вот он, Лессер 75 Голливуд. Пригнал я его к Дереку. Эту машину можно оставить здесь, если хотите продать Дереку. Окей. 2585. Неплохо, слушайте. Для ачивки надо 5 машин. Одну мы по сюжету приводили. Вот вторая. То есть получается ещё 3. Привёз второй Лессер. Просто он такая очень характерная машина. Легко в трафике выслеживается. Как я это делаю? Очень просто. Просто езжу по городу, вижу какую-нибудь машину. Такую элитную, например, Лессер. Сразу беру и еду сюда. Третья машина так совпала с таким же цветом. Но суть это не имеет. Там копы меня преследуют. Я его угадал из трафика, вешки поищут. И что, вы её заберёте? Твою дивизию. Руфлакек. Коп, походу, хочет либо не дать мне продать машину, либо свою сам хочет продать. Но суть в том, что дал я им взятку. И как бы... Как бы... Можно... Да, отстань ты. Я машину продать хочу. О, всё, машина продалась. Прекрасно. Я сваливаю. Ещё один Лассер. Очень удобно. Эта ачивка в девятой главе. Я просто подъезжаю к ресторану, где надо встретиться. И там постоянно либо проезжают вот эти Лассеры, либо они там припаркованы. О, ачивочка. Экспортер. Продать 5 машин Дереку в доке. 41%, 28,67%. И есть оно у 3,4% игроков. То есть довольно редкое. Ну и поскольку мы теперь Ридж Бич, у нас больше 10 тысяч на счету, давайте фулл тюнинг сделаем. Спортивный тюнинг, лучшая управляемость, идеальный выбор любого пункта. Да, машина мечты. Ещё есть установка компрессора, хотя он для ачивки не требуется. Максимально 3,4% мощная тюнинга. Всё отрегулировано. Почти ставку. Дверь. Теперь у нас типа золото самое. Улыбное. Хотя для ачивки последний тюнинг не требовался. Странно, довольно-таки. Довести одну из своих машин до максимального уровня тюнинга. 43% и ачивочка есть у 24,4% игроков. То есть довольно частое. Ну а теперь предлагаю сейчас немножко потратить деньги на оружие. В первую очередь решил навестить Джузеппе. У него тут коктейль молотова, зажигательная смесь. Это всё, что ты хотел. Чем ещё я могу тебе помочь. Скуплю весь, насколько можно. Отмычки. Она просто покупается один раз. Так мы не можем. Магниум 140,50. Испытаем удачу. Вот, держи. Ну и патроны. Тебе понравится. Тебе понравится. Конечно понравится. Это всё, что у него есть. Вы скажете, зачем я скупаю... Зачем я скупаю оружие? Причин на самом деле две. Первая, ну ладно, три. Первая, посмотреть контент. Это интересно, как что тут разработчики в игре сделали. Во-вторых, есть ачивка по одному убийству из каждого оружия совершить. Ну и третья, всё-таки практическая значимость оружия нам реально пригодится. Следующая цель, это обычный магазин оружия. Я не знаю, тут их много. Одинаковый у них ассортимент или разный? Напишите в комменты. Но будем считать, что одинаковый. Всё оружие законное, гарантирую. Это у меня... Ну раз гарантирую, что да ладно. Кому должна пушка без патронов? Ну конечно. Кольт у меня тоже, я так понимаю, есть. Ну патроны лишними не бывают. Магнума это тот самый, который я купил. Дробовик у меня тоже есть. И всё, как бы ассортимент не особо-то большой. Ну хорошо. Ну и последний по счёту, но не по значению. У нас это, разумеется, наш друг Гарри. Эй, и патроны не забудь. Томиган. Патронов много не бывает. МП-40. Конечно. Патронов много не бывает. Пистолет. О, КЦ-96. МН. Подождите, а он у меня куплен? Я без него из дому не выхожу. Хороший, кстати, пистолетик, да. Винтажный, можно сказать. Ну и всё, собственно. Гранат я тут не вижу. По крайней мере, может быть, пока недоступная. Ну всё, что я хотел сделать. Теперь можем двигаться на миссию. Вот мы и здесь. Давайте продолжать. Машина, кстати, поменялась. У неё появился эта штучка сверху. Кстати, с тюнингом она прям имба, имбой. Может быть, ещё успеем покататься. Чё, чувак, чё считаем? В Мэльтис Фэйс Фэйкан, наверное, что-то такое. Окей. Кстати, ну, дверь тут на больше, как нельзя. Привет, Вито. Хочу тебя кое-кому представить. Вито, это Карло Фальконе. Очень приятно, мистер Фальконе. Вито. Итак, Вито, что ты думаешь об Альберте Клементе и Луке Гурино? Ну, если честно, мистер Фальконе, мне кажется, эти сукины дети хотели нагреть меня на пять тысяч, а потом оставили за решёткой. Хорошо, потому что эти двое собираются против нас выступить. А потому надо что-то предпринять, пока они не ударили первыми. Эдди введёт тебя в курс дела. Не сомневаюсь, ты не подведёшься. Спасибо, мистер Фальконе. Было приятно, Вито. Интересно с Олегом. Что за хрень творится? Вчера пропала машина с тремя нашими. По городу ходит слух, что в этом замешан Лука. Кто пропал? Харви Бинс и двое ребят, которые его охраняли. Тони Бальзам и Фрэнки. Да. Бинс, бухгалтер Карло. Если он заговорит, нам конец. Вот ответ-то почему-то главный. Что я должен делать? Дождись его у входа в бар у Фредди и проследи за ним, выясни его ли это работа. И потом? Если вдруг он хоть как-то в этом замешан, прибей, ублюдок. А если ребята все еще живы, попробуй их освободить. Надеюсь, ты найдешь их до того, как они запоют о наших делах. Куда он пойдет? Понятия не имею. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину и оружие. О, этим как раз проблем занялись вначале. Хорошо, иди сюда, когда закончишь. И запомни, Вито. Никому ни слова. Приезжаешь? Подождите, Лука у бара Фредди. Хороший этот. Дайте ничего нечего. У нас есть. Плейбой? Не знаю, с пива. Нет, нет. Кофе, кофе, вино, виски, бренди. О, кофе. Пожалуйста, сэр. Кофе, кофе. Это здорово. Кстати, тут бегать... А, можно. Ну-ка. Оу. Здравствуйте, леди. Сырок. Хе-хей. Не. Ну, а что вы... Подождите, это не тот? Мне показалось. А, нет. Вроде бы другой. Челик. Мне вызволяет, что этот ресторан с значком бургера отмечен тут. Здравствуйте, дама. Где моя тачка? Вот. Окейси. Значит, у нас тут дела отмечаются очень серьезные. Какие-то мутные типы. Реально. Вот мы сидели в тюрячке столько лет. И до сих пор как-то это в голове не спасается. Вот мы тут взяли тачку, угнали на две с половиной тысячи. И ни одну при чем. Копу 300 отдали, а он от нас отстал. Украли какие-то... Ну, ладно, серьезно. Украли какие-то талоны на еду, на бензин. Что-то там стоит 600 баксов, что ли, там, за все, да? Ну, там, ладно, тысяча со всеми откатами или сколько там. Хрен знает сколько. Не важно. Если это 10 лет. Ну, это, я считаю, как-то очень несправедливо. Как бы, любое наказание, ну, должно соответствовать тяжести совершенному. Логично. Если вы начнете только в духе а-ля легисты, там, древний Китай, и Шангьян, и вся вот эта философия. За переход на красный свет казнить всех. Причем, перешел там один человек, казни всю семью, потому что пришел от красный свет. И он не будет работать. Ну, да ладно. Это машина Луки. Где тебя носит Лука? Вот ты где. О, отлично. Безмально такие стоим вообще. Лучше не подходить. А то Лука меня еще заметит. След заукнет, подойдите ему в глаза. Старое доброе преследование. Тут мне опять ловятся флешбеки с GTA San Andreas. Там тоже были такие миссии. У вас кончается бит. Что, серьезно? Вот прям сейчас, да? Вот пар... Блин. Я надеюсь... Не, ну... Ну, блин. Ну, не надо. Ну, пожалуйста. Это будет слишком палево. Не, на самом деле, я когда нарезал круги, 80... Километров ездил. Там тоже был вот этот постоянно качательный бензин. Там времени минут 5 еще может проездить. Так что это не... Не успеем. Бензин не кончится. Нет, опять же, если кончится. Так вот. Почему я ловлю флешбеки именно с GTA San Andreas? Видите, столько же GTA, GTA 3, Vice City, San Andreas. Ладно, первый, второй, может быть, там, не с таким эффектом флешбечности. Ну, ведь сверху все такое, хотя не то же хорошее. Ну, блин. Собрался, Лука. Реверсайд. GTA 4, там, GTA 5, сейчас GTA 6 разрабатываю. А мне это Сандра нет. Хотя все остальные тоже нравятся. На свалку. Может, на свалку бруски? Не, маэк с таким не связывается. Опа. Опа. А тут, кстати... Клэмэндо. Клэмэндо. Бойня Клэмэндо. Конечно. Похоже, Эдди был прав. Так. Туда надо пробраться незаметно. Угу. Не надо бытать. Лей, лей, не жалей. О, Пош. Меня никто не должен видеть, пока не ясно, что с нашими ребятами. Простите. Да, в чем дело? Вы не подскажете, как пройти на бойню? И что вы хотите там найти? А, у меня собака убежала. Ищу. Собака, да? Ну да. Вы знаете, как попасть внутрь? Во-первых, открою вам секрет. Врать вы не умеете. А, во-вторых, если у вашей собаки нет ключей, то на бойню она могла попасть только через канализацию. Канализацию, говорите? Ну, блин. За это вот этому добряку, который чинит машину, можно было накинуть баксов 10. Но жалко, такой функции нет. Ну да, очевидно. А что это за челик? Да я хочу за ним проследить просто. Они плохие. Все плохие. Я слышу их крики. Все плохие. Он слышит их крики. Ты это уже говорил, чувак? Хотя для разнообразия мог бы что-то еще выдать. Кто ты помнишь? Да я вижу, что нам туда... Не кричат, все кричат. Их не располешь, их не сломаешь, их не заборешь. Почему? Вот это чувак нас по сути дела и привел. Ладно. Отдыхай. А плавать, что ты забыл дома плавки. А, дизель. Я говорил, кажется, я могу ее поддеть. Дышь. Господин, ибо еще. Ну, конечно. Канализация, как-никак. Что-то хотел. Что-то труба не внушает доверия. Ладно. Черт, теперь еще и собака. Слушайте, а это... Это не отсылка такой, флешбек, что типа, ну, про собаку, типа, если пойти поговорить, уж могли не пойти поговорить с тем мужиком, а пойти сюда сразу. И тут типа, как бы... У меня была такая мысль, что так и будет. Если Лука просто за стейком заехал, я кого-нибудь убью. И тебя поймал. Плейбой. Какие... Нам надо проходить мафию. А не думать о женских прелестях. Привет, крыск. Пока, крыск. Спокойно, Макс. Спокойно, держись. Использует лестницу. О, песик. В укрытие. Это считается за укрытие? Если вас заметят, людей фалькона убьют. Да, ты замкнись ты. Что такое? Кто там? Да нет, ты меня увидишь. Замкнись, пока вы тебя в кухне не смолонят. Ты гладь вшивый. Черт, вот они. Все, они до умок паршивый попался. Опа. У них, кстати, анимация заключена, судя по всему. Пусть они пройдут. Понятно. Мне пора. Я, я, конечно, ставил. Типа вот так. Опа. Мужик спит. Не понимаете шум или ваших товарищей убьют. Окей. Оп. Это можно часами разглядывать. Ну, блин. У нас нет времени на это. Игра, хватит. Вы специально поддобавляли сюда этих журналов, да? Деньги. 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 Не ходи. Не подсоспендую лодку. Окей. Я не делаю. Это... Вау. Паси из своих, выясните, я их держу Уши покурить нельзя Прослабься Нам туда не надо, да? Так, ну туда идти, очевидно, смерть Можно закрыть двери Тут чисто Свинные тушки Оттуда опять ловлю флажевики скотасандры Смиссия с на скотобойни Так Не надо Тут чисто Далеко идем Страшные звуки Пытают Фрейз варнинг Свинные бошки Плейбой Китаянка Похоже Работают под прикрытием Мафиозников Михаил Петрович Мафиозник Не тот Мафиозник Это нельзя Открыть Не очень-то Хотелось Типа током Типа током Чтобы бить Свиней Я еще не доколотил Отдвинуть Не заставляй меня повторять Смена кончилась Маша Там дверь Стелс мастер Понятно Здесь не пройти Держите Чуваки Кто придет Тот свалил Нам сюда Думаешь Я не знаю Я в курсе Откуда вы Деньги Только Она считает Что у него Все на мать Но он так Просто не отделает Я ничего Не знаю Я простой Бухгалтер Не выделывайся Мне тут С еврейским акцентом Хочешь повторить Судьбу Своего дружка Давай Посмотри на него Думаешь Ты круче Когда мы С тобой Закончим Мы пустим Тебя на парш В одной Из этих машин Дарис Репетур Вопрос Только Кто Убью Я тебя Перед этим Или нет Откуда Эта чертова Вонь Фу Эй Там кто-то ест Эй Ты еще Кто такой О господи Боже Капитан Сортир Заткнись На предлу Каст Эй Я тебя знаю Это ты Тогда все Ошивался С бабкой Капитан Сортира Я думал Ты все еще Гниешь За решеткой И какого Хрена Спрашивается Ты приперся Меня послал Фальконе Ему не нравится Когда всякие Глисты Пускают его Ребят На фарш Так ты Теперь Под Фальконе Ходишь Да? Вот что Я тебе скажу Если бы ты знал Что на самом деле Происходит Ты бы назад В камеру Удрал Но теперь Уж какая разница Как стоять Сколько нас смотрят Ауч 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 Да стой Чего? Так просто А так взял Развелся Окей И все Я все по делу И так стоят Смотрят Этот там Чешет колоду Этот говорит Это там стоит Чешет Деньги Ну пачку денег Этот горечь И этот Я тебе Сининку Тоже раздам На кой фиг У вас Что происходит У вас работник Скотобой не есть Чтобы это делать На моих глазах Что это мало Что это Что это Что это Что это Неп Hz о чем смысле вы меня убили так смп-шки убийство есть я сразу буду делать скиллы и с теми связался паскуда кто еще есть спасибо видно все вроде бы да 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 и дети билз светись пока мы за тобой я нужна идите луку а чё так резко то носу слушать это так тихо спокойно только не заставлять я не знаю засчитал он не килл с этого или нет но я ну давай давай выходи короче они отсюда будут бегать правильно для вас встречу без не светись пока мы за тобой не вернемся обязательно забудем не забудем а чё в смысле вы меня убили ладно я вырежу этот момент ну давай блин магнум то жесткая штука так магнум есть ну давай давай есть все теперь можно бегать с тем оружием с каким захочешь искать глистов глиста глиста сейчас штаны обмочит мертвы глиста сейчас опоздать погони беседе по что не должна остаться уже еще схватите лог пошли найдем не по труду еще кому не звонил типа надо входной путь найти или патрона что-то тяжелое как таран как таран смотри тележка думаешь ты самая умная ну давай попробуй чувака истерика ладно чуваки развлекайся я чуток поиграю слуха потом пущу на фарш ты со мной спасибо за предложение но я лучше не люблю луку как знаешь да эти правда хотел чтобы я его лично убрал не забивай голову все будет в лучшем виде просто чуть дольше быстро эта тварь у меня не сдохнет обеими руками за ладно я пошел честно говоря мне вот такие сценарии не очень нравится потому что он может выжить выжить не за свидетельство личного смерти открывай дверь все кончилось ты ты живой ну да а ты как думал может перед тем как домой ехать развлечемся со спящей красавицей знаешь а это неплохая идея но я не думаю что они будут его оставлять живых лишь от такого плана но обычно такие сценарии они больше провокационный хорошие точила шуберт фрегат пролейте кредит сокол я могу себе тачку оставить а прежде чем уезжать тут короче надо сейчас осмотреть все можем продолжать тут надо было проверить нету ли плаката розысков на скотобойне блин машина-то крутая блин костюм у нас конечно обгаженный как следует его теперь только на свалку кстати в начале серии я надевал другой костюм это я думаю вы заметили а если заметили это не так важно короче я переоделся когда мне там розыск дали я что-то доски педалиного делал вот это все там дали розыск по костюмам то есть на самом деле розыск это менял костюм чтобы к нам не было претензий блин почему же красиво в этой времени вот эта штука кстати проработана лучше в Definitive в оригинале там кусок скалы просто однообразный, необъемный и так прикольно ну вот здесь вот там где-то пройти по камеру не получится правильно а тут у нас дом далеко кстати заеду ка я домой тачку сохранить мне она понравилась машина крутая машина самого Луки вот в GTA San Andreas да блин я каждый раз буду вспоминать GTA San Andreas там просто очень такая культовая игра в которой много чего было сделано и для многих она тоже очень значима ну суть в том что там тоже вот были такие моменты когда вот проходишь игру есть какая-то уникальная машина которая встречается только в миссии доходило вплоть до того что люди специально уруинили допустим миссию нужно забрать тачку уникальную за пендеся ну например в конце игры сваттан там который не допустим используется извините дома оба ну и где моя вот это бензин хоть мы там управляем из-то чинили управляем из-за меня такая простая заправка то по дороге будет будет ауч это не ДТП я заплатил налоги вы не имеете права мне штрафовать да оно налогообложение запрещено ну и штуки штуки оторваться там штраф какой-то вообще капище 50 долларов что ли ничего не отстали а у меня заправить под розыском заправка работает crime сцент донат кросс это ж мы убили этого заправщика помните офигеть это настолько проработанная игра что типа тут типа сцена преступления все такое ну наверное мы там в следующей главе вон за респаистик уже там другого на это челик не ну вы только вдумайтесь вот в той же GTA San Andreas если вы заходите где-то там убиваете в магазине какой-либо челик в этот момент вы конечно не купите но вам отойти на 5 минут буквально или на 5 метров назад подойти обратно там типа уже новый челик стоит продает а тут это очень тянуло вообще оно довольно круто это тоже как бы типа мотивация для вас что из разряда не плю в колодец воды напиться придется там заправка другая есть я просто собрались потому что ну кто знает когда битинг кончится в самый интересный момент и все то что я на этой тачке гоняю мне нравится вот как раз тоже не бесполезный у нас сегмент вот этот посмотреть динамику этой машины настало время интересных диалогов привет приятель здорово это что полный баг сейчас устроим блин а даже тут поработал что после этой миссии в таком костюме он такой фу а это что типа от нас воняет даже неловко за цены но бензин все дорожает времена нынче сложные да 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 а когда они были легкими да чем еще я могу помочь спасибо до свидания мгм бай бай теперь нам не будут мозолить а по мозгам что типа мы не заправлены мы можем себе позволить и мы еще в таком виде пойдем в ресторан да ну блин а нас вообще пустят сюда так сейчас надо будет смешной диалог что что это девица но на фиг пель не пролезет да короче она на него падает а он начинает о боже о боже о боже господи иисусе это ты Вито о святая Мадонна какого черта ты не помылся перед тем как сюда переться ты мне сам сказал как закончу сразу к тебе думаешь мне нравится ладно ладно что там с луком готов ладно а наши как ты их нашел да лука держал их на бойне Фрэнки мертв но бальзам и бинз в порядке лука их допрашивал когда я добрался свидетели есть никого только дюжина телохранителей луки вот и все свидетели шаг назад ладно было жестко иди да уж похоже не сладко тебе пришлось но ты же выбрался живым верно теперь иди и помойся пока ты всем аппетит не испортил и тряпки эти уделанные сожги о боже блин это жестко пять тысяч от вас за миллион десять дерьмом переоденьтесь ну что тут дверки есть а там нет купить себе новую одежду в магазин или переоденься у себя дома окей а где тут ближайший магазин то одежда ну вот какой то магазин который мы грабили по моему да так что туда сразу не поедем вот магазин одежды а мы могли припереться и в нормальном виде да то есть сразу же переодевшись я же домой заезжал за тачку ну ладно нет полиция не комментируйте мой костюм а подождите тут и так отметили где можно переодеться а второй это наверное дом да а ну типа если денег нет хотя нам пять тысяч дали или типа если мы жмоты и не хотим купить себе костюмчик какой то элитный надо скупить весь ассортимент вау это реально какой то элитный бутик и выход вход с другой стороны привет бомж я тоже как ты бомж поберегись фу откуда вылез откуда вылез из канализация это же очевидно и что на целый круг бежать так вот мы и здесь здрасте я к вам как тут одежду покупать я уже забыл посмотрите надеюсь вы примете ванну прежде чем это надеть конечно рубашка и брюки как вылитой вылитой ну раз у нас все равно планы скупать все я скуплю все и как раз посмотрим ну а че мне нравится дешево и сердит рубашка и брюки это как больше домашний такой не особо деловой кожаная куртка с рубашкой о типа гризера да в кожанке они кабелек стайл эдишн да сшит на заказ костюм я это беру мне это нравится другой костюм со шляпой о вкус в одежде ачивку дали сейчас вначале вау мне нравится реально выглядит статусно давайте все скупим потом уж там посмотрим эту штучку у вас французский акцент увы из франции же мопель до депа кэскэси дорогой костюм с пальто вау ну все 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 блатной блатной там черный вот это так что вот этот последний ну да мне нравится так с 44 процент достижений 30 и 67 вкус в одежде купить первый дорогой костюм 27 и 1 процента игроков подъехал к ресторану чтоб не смотреть ничего что в этот момент не происходит уникальную дерку то открой сыграй еще раз сэм привет Вито вот и ты Эдди неплохой костюмчик спасибо ну так и в чем дело по какому поводу в парад Вито мистер Фалькона сегодня примет нас в семью тебя и меня нас беру что ты кстати шляпу снял сегодня да правда да правда почему ты раньше не сказал что нам надо делать все узнаешь но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить лео рад тебя видеть как сам привет малыш я хочу поговорить с тобой о том что случится сегодня давай садись ладно конечно и спасибо еще раз за все что сделал чтобы я вышел пораньше а теперь я выполню второе свое обещание второе да я же сказал что в следующий раз когда начнется прием я тебя порекомендую но вот сделано так ты имеешь к этому отношение ты же работаешь на винчи да я конечно был бы рад видеть тебя в нашей семье но раз уж Джо твой лучший друг вы выросли вместе как мы с Фрэнком и поскольку Джо давно работал на Карла я посоветовал чтобы они взяли и тебя тоже вместе с ним спасибо лео не знаю что сказать не надо ничего говорить ни мне ни кому-то еще в этом весь смысл вида да а теперь иди не будем заставлять их ждать ладно что ритуал будет посвящение в семью и что это было да ничего просто поболтали о старых временах типы как старина лео уронил мыло пошел ты ладно ладно все хватит пошли блин будут в руках держать эту горящую картинку святого пойдете по одному как это показывали у нас просто делайте что говорят ясно Джо в каком сериале это было это я забыл удачи ну не джерси все дела там про мафию клан сопрано клан сопрано ооо в этом месте общество избранных для остального мира его просто нет отныне наша семья будет значить для тебя больше чем родня бог или родина если я скажу тебе убить твоего брата ты сделаешь покажи мне какой палец нажмет на спуск но повторяй за мной если я предам тайну нашей жизни если я предам тайну нашей жизни да сгорит душа моя в аду подобно этому святому амико ностр джентльмены вот наш новый друг это скалетто я очень рад что эти двое достойных людей теперь с нами и я рад присутствию наших уважаемых гостей особенно дону Фрэнку Винчи вы наверное удивитесь что я снова пошел на риск проведя почти семь лет за решеткой понимаете там где я вырос уважали только тех у кого хватало духу взять то что им хочется плату за работу будете получать оттенди скажешь что нибудь Фрэнк никогда джентльмены не связывайтесь с наркотиками никогда это правило они приносят много денег я слишком долго выполнял чужую грязную работу и был готов рискнуть чем угодно чтобы наконец стать кем то это человек чести мафиозные разборчики мафиозные разборчики ну все все поднялись крутые крутые мафиозные очень хороший прогресс девятая глава сделана кстати мы так и не посмотрели ачивочку человек чести 46 процентов скоро половина будет углу 9 а процентаж хочу глянуть у скольки процентов она есть у 41 и 8 очень хороший прогресс все мы в мафии мафия теперь называется полноценным мафией но если вы еще это не сделали обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк включите все уведомления не забудьте написать комментарии под этим видео увидимся в следующих видео наше с вами старом добром консервативном канале всем пока